МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как найти спутника жизни. Сегодня у нас невеста и три жениха. Андрей, поклонник модных тенденций, Константин, любитель зимнего экстрима, и Петр, для которого слово любимый – закон. А невеста у нас Алиса. Давайте посмотрим. Алиса, 21 год. Будущая свекровь посчитала ее поведение моральным и запретила общаться с ее сыном. Алиса трижды пыталась получить высшее образование, но из всех институтов была отчислена. Работает администратором в салоне красоты, ест фастфуд, пьет энергетики и смотрит фильмы ужасов. Готова отдать первенство в семье мужчине. Алиса презирает сентиментальных и романтичных юношей с чрезмерной растительностью на груди. Ей нужен агрессивный мужчина с накачанным прессом, который не простит ей провокаций. Давайте встретим Алису. Мы ждем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Ну, интересно нос. Нос. Представьте свою подругу. Я пришла с своей лучшей подругой. Ее зовут Марина. Очень приятно. Тебе сразу как профессиональному астрологу Василиса Володина. Причина одиночества Алисы в том, что у нее несносный характер. Алисер Алису распирает просто огромное количество энергии, которое в ней есть. И она не совсем пока понимает силу еще юного возраста, куда эту энергию направить. И получается, как такое большое шаловливое дитя, которое просто не понимает, куда направить силу. А внешне выглядит, как слишком большая раскрепощенность. На грани даже с приличием где-то. Роза, а на твоем рынке? Плюсы молодая, красивая, стройная. Большие плюсы. Минус, конечно, образования нет. Из трех институтов выбросили. Да зачем образование с такими губами и грудью? Квартирки тоже, в общем-то, нет. Но по большому счету, почему красота, она равноценна, в общем-то, мужской состоятельности. Поэтому я думаю, что если все правильно будете говорить, сдадим вас в хорошие руки. Девочка очень клубная такая, клубный вариант. Тебе с ней будет очень комфортно в компании твоих друзей. Алиса, что вы такого натворили, что ваша свекровь сочла вас аморальной? Я любила ходить по клубам, по ресторанам, друзья. Ей это не понравилось. Она хотела видеть перед собой девушку, которая будет готовить борщи, убираться. Видишь, она не умеет готовить. А что я тоже не умею готовить? Ну, ты же умеешь, и ты любишь это делать. Кстати, вкусно готовят. А что это такое свободные отношения? У нас не были свободные отношения. У нас были отношения... Ну, вы предложили своему молодому человеку какие-то свободные отношения, а он быстренько мамке слил их. Там немножко по-другому все было. Мы очень долго не могли расстаться. Потому что привычка, наверное, и первая любовь. В конечном итоге я предложила, говорю, если ты хочешь найти себе девушку какую-то, то пожалуйста. Только я думаю, что ты лучше меня не найдешь. Мы слишком привязаны были к друг другу. Но это и есть, наверное, свободные отношения. Мы не ходили вместе... То есть вы предложили ему параллельно с девчонками встречаться, вы будете устраивать свою жизнь с другими парнями, ну и с ним не терять связи. Мы попытались сделать так, да, чтобы хоть как-то у нас отношения разорвались. И он мамке это все рассказал. Да. Ну, слушай, я раз у нее не такой неудачный опыт был в отношениях, в этих свободных, соответственно, она будет искать что-то другое. Где-то встречались вы были, у вас была съемка квартиры. У меня квартира своя есть в Владивостоке. А, это все дело происходило в Владивостоке? Ну, Москва-Владивосток на два города. Ну, по ней сразу видно, что она с большим пробегом по РФ. Ну, от Владивостока до Москвы. Расстояние не маленькое. Не сутки в поезде, как говорится. Послушайте, Алис, по молодости многие совершают какие-то ошибки и глупости, но, к сожалению, следы этих глупостей потом и отпечатки всю жизнь при нас. Да. Вот сегодня можете уже сказать, Боже, какая я была дура в 16 лет. Нет. Сделала то-то и то-то. Нет, я не жалею. Нет, ни о чем, ни о чем. И даже о словах сказанных преподавательниц, таких грубых, в общем, хамских практически. Что она ведет себя как неудовлетворенная женщина? Да. Про кого это? Это она сказала преподавательнице в ВУЗе. Интересно, откуда девушка в 17 лет может знать, в принципе, как ведет себя неудовлетворенная женщина. Вообще, мне кажется, эта тема в 17 лет вообще не всплывает. Здрасте, здрасте. Только в 17 лет все это происходит практически с любым мальчиком. Это потом уже проблемы. Поэтому знала, наверное, Олеся. Знала. Короче, с ней все понятно. Она девушка легкого поведения просто. Ну, не тяжелого. Явно. Что же она должна была такого совершить, чтобы... Она некрасиво разговаривала. В принципе, с ней... Какие были претензии к вам? То, что экзамены вовремя не сдаю. Хотя, на самом деле, я пыталась это сделать. Она не хотела принимать. Лично неприязнь. У меня почти схожая ситуация такая же была с преподавателем. Ты тоже сказал преподавателю мужчины, что ведешься, они как-то неудовлетворенная женщина. Ну, да. Вот фасад. Очень хорошо. Но он и дорогой. Может быть, спонсор есть? Нет. Ну, потому что очень дорого вот это себя вот и содержать. Ну, не настолько же родители помогают. Это еще и квартира, и хорошая одежда. Я же знаю, сколько такая прическа. Роза, ты скажи, вот ты бы свои источники дохода рассекретила нашество? Нет. А мне... Собственно говоря, она, конечно, может не говорить, но я за парней тоже ради ее. Понимаешь? Конкурировать там с олигархом, а? Нет, нет олигарха. Единственное... Конечно, есть там мужчины, с которыми я общаюсь, дружу. Скажите, Алиса, а вам зачем агрессивный мужчина, который не поведется на ваши провокации? А как вы собираетесь провоцировать? Потому что если агрессивные провокации, это смерть или выбитые зубы, или покалеченная, где-то, не знаю, закрытая и привязанная к батарее. Нет, неправда. Я хочу видеть с собой сильного мужчину. Просто чтобы он был осилен морально, духом. Чтобы где надо сказал, где надо промолчал. А вы что, вы же не собачка, которую взял к блюдцу, там подвел маленького, потом отшлепал, чтобы не писал, где попало. Вы же человек. Должно быть все в меру. Чисто морально, физически сильный человек. Просто прям. Скажите, пожалуйста, вы человек, вы взрослая женщина с опытом, вам 21 год. Вы приходите и расскажите, в чем мужчина должен направлять. Это же не детский сад. Мужчина хочет рядом с собой видеть взрослую леди, а не младшую группу. Зачем ему на это тратить энергию? Понимаете, вы хотите взрослого, сильного мужчину, умного, и мужчина хочет рядом взрослую, сильную и умную женщину? Почему же взрослого? Просто сильного. Но это буквально звучит, как хочу получить по носу, дорогой. Понимаете, на самом деле, вот если мы говорим о том типе силы, который вы имеете в виду, об умении мужчины. Нет, вряд ли вы меня поняли, не физически, а морально. Чтобы где-то он меня научил. Нет, вы хотите брутального мужчину, насколько я понимаю, от которого будет веять силы, но у женщины все время кажется, что эта сила против нее самой никогда не обратится. Вот окружающих он будет своей силой подминать, а ей самой не достанется. Будет только ласка и нежность, да? Да, вы правы сейчас. Должен быть сильный мужчина, обеспечен с багажом по жизни. Это уже после 30. Все, извините. У нас какая вот статистика по большому счету? Приходят обычные девочки, которые стоят на распуте. Есть, допустим, образованная хорошая девушка, но большинство девчонок как раз идут по пути Алисы. Но все разные. К сожалению, большинство. А почему никак нас никто не может услышать? Мы бы действительно, наша мораль устарела. Да, дело не в этом. Каждый выбирает свой собственный путь. И даже если ты сейчас здесь застрелишься и будешь за какой-то заморали нравственной... Не дождетесь. Все равно каждый как живет, так он и будет жить. У Алисы свои представления о счастье. У Марины, наверное, схожие. У Василисы другие представления о счастье. Нельзя всех под одну гребенку. Я так тоже считаю. Слушай, а мне интересно, она что закончила? Наверное, эти стады есть. Я хочу ответить тебе на твой вопрос, почему мы цепляемся к высшему образованию. Мы пытаемся как бы подсчитывать в программе очки. Красота, молодость, здоровье, наличие детей. То есть мы пытаемся понять все, что поможет и помешает человеку жить просто дальше. Но я, например, на первой минуте... Послушайте, о чем мы сейчас говорим? Она не пойдет завтра и не поступит снова в четверг. Конечно. Но я считала Алису с первой минуты, поэтому я, конечно же, не буду никогда рекомендовать интеллектуала. Зачем? Я не буду у ученого мужа рекомендовать. Зачем? Я буду рекомендовать простого парня, который также приехал из глубинки, который тоже начитался к глянце, который ходит в клуб, который качается, который думает, имеет себе представление, что он брутальный человек, и они будут прекрасно существовать. Если бы вот этого самого ума, да, и чуть-чуть бы в голову, то было бы не все так потеряно. Кого вы желаете, Роза? Я буду наблюдать за реакцией наших женихов, и вот кто потянется друг на друга, в общем-то, ну, значит, тот и есть ваш мужчина. Она что-то расстроилась. Ну как? Она нравится тебе? Не, ну, может быть, она действительно ранимая и... Не, она расстроилась. Очень милый человек, конечно же. Она грустила. Ну, конечно же, грустила. Того мужчины, которого себе нарисовали, такого ищите, с другим счастливой не будете. Вы абсолютно точно и правильно для себя определили. Нужен сильный, физически сильный, физически красивый. Такого будем искать. Спасибо. А я бы еще добавила простоватый, очень спортивный, и тот мужчина, который будет спокойно и без шока реагировать на то, что вы умеете ляпнуть, но ляпнуть уверенно. Потому что в противном случае он будет просто падать в уморок от некоторых ваших проявлений. Я считаю, что Костяна тебе будет нервы мотать. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас студия Алиса. Идите и знакомьтесь с первым женихом. Удачи, Алиса. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Узнав твое имя, я сразу вспомнил сказку «Алиса в стране чудес». И я готов стать спутником в твоей жизни в мире волшебства. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо больше, очень люблю цветы. Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, он просто чепушил и забыл с утра побриться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Андрей. С кем вы? Здравствуйте. Я пришел с моими лучшими друзьями. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это Михаил и Максим. АПЛОДИСМЕНТЫ В ночных клубах, фитнес и футбол. Считает себя мужчиной аксессуаром. Мечтает стать мега популярным, неважно в какой области. Андрей сошелся с женщиной на 20 лет старше себя, но вскоре она объявила ему, что разница в возрасте больше не тренд сезона. Надеется, что он подходит Алисе по всем статьям. АПЛОДИСМЕНТЫ Василис, наш жених делает ставку на свою внешнюю привлекательность. Я думаю, что ставка на внешнюю привлекательность здесь ни при чем. Просто мы же все в любви ждем какого-то направленного на себя внимания. Когда отношения только начинаются, ну, скажем так, на романтическо-сексуальном периоде первом, мужчине легко показать женщине, что он в ней заинтересован, если он с ней. А потом в дальнейшем женщине требует уже настоящее внимание. А жених наш циничен, к отношениям подходит утилитарно, в общем, достаточно расчетлив. Поэтому через какое-то время женщина начинает понимать, что истинного внимания ей не хватает, что он хочет себе уже внимания. Но вот потому до сих пор и один. Внешне они очень смотрятся, конечно. Андрюш, а мужчина-аксессуар это что? Просто в отношении моей истории, моей любви был некий инцидент. Расскажите свою историю. Познакомился с девушкой в баре. Мы встретились с глазами на танцполе. Я набрался смелости и подошел к ней. Оказалось, что не девушка, а бабушка. Нет, ну, любви все возрасты покорные. Мне она показалась очень красивой, прекрасной, замечательной. Мы танцевали, провели вместе этот вечер. Потом я уехал к ней. А когда узнали, что есть сороковник? Утром? Нет, не совсем. Она мне сначала говорила другой возраст, что ей около 30. Потом... Ну, только 20-летнему можно вот это все рассказывать. 30 плюс минус 20 лет. Мне хорошо было проводить с ней время. Мне было интересно. Она меня приглашала в свою компанию. Компанию достаточно взрослых людей, которые добились многого в жизни. Мне было очень интересно с ними общаться. И я черпал, я учился. А не чувствовали неловкость среди ее взрослых друзей? Вы знаете, нет. А дети у нее были ваши ровесники? Да. Были, да? Кто? Мальчики, девочки? Дочек. Она в салоне работает, организует ему депилляцию со скидкой. Мне кажется, он испугается. Аксессуар не готов к таким жестким пыткам. Но опыта набрались. Да, ну, я влюбился. Я, честно, на нее влюбился. И мне хотелось проводить с ней время. Я переехал к ней. А у нее там дворец, наверное, да? Ну, хорошая, да, квартира. Ну, так как позволить себе пацана-то 20-летнего? Ну, понятно. Неплохая квартира. Но для меня, честно, это не важно было. Совершенно. Мне было с ней комфортно, приятно. Да ты хорошо. А что же случилось-то потом? Ну, как мне показалось, я так для себя черту подвел. В том году, наверное, были в моде мальчики-брюнеты метр девяносто, да? Потом год прошел, новая тенденция, и пошли блондины, допустим. Ну, собственно, я так и не понял, что произошло и что случилось. Перекрасились бы. Но она вам сообщила, что все, это уже вчерашний день, да? Мы начали ссориться, я уже стал не выдерживать. Во-первых, не появлялась дома ночами. Она? Да. Ну, а что ей? Сколько осталось, по-вашему, так и выглядеть? Ну, год-другой, а там все. Поэтому вы уж... Что же, это в молодости хочется 24 часа в сутки с любимым. А здесь она уже должна была наверстать. Ну, может быть, да. Может быть, был некий пунктик. Пожалеяли бы бабушка-то. Список, который нужно успеть выполнить до старости. Список один только. На чем? Мужики, 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 и все. Ну, магазины иногда. Бог ей судья. Суть в чем? Я собрался просто, ну, как бы терпеть вот это, да? Жить одному в чужой квартире для меня было, ну... Во-первых, страшно. Не соизмеримо. Во-первых, мальчишка практически, а ночью-то, у-у-у... Друга будет. Да, да. На метр в четырест, конечно, и что? И вы, короче, оттуда... Я телевизор включал, мне не было страшно, там смотрел. Да, я собрал вещи и уехал обратно. Он в первую очередь хочет, чтобы рядом с ним была красивая девушка, поддерживающая его статус мужчина. Все. Она хочет то же самое, чтобы был красивый, обеспеченный парень. В принципе, они вот сразу, можно сказать, пара состоялась. А чем мужики? Ну, вот мы все, ну, кроме Василиса, конечно, мы женщины с опытом, да, Ларис? Вот красота мужская, это больше проклятие или все-таки больше помогает в жизни? Послушайте, ну, если бы сидел Брэд Питт, я бы сказала, проклятый, почему-то не со мной. Это одно дело. Вот тогда проклятие. А сидит Андрей с обычной внешностью, просто с вымытой головой. Да, и прилично одет. Ну, прям уж, ну, не ослеплый я. Ну, правда, Роза. Нет, ну, правда, мы не ослепляем. Как от необычной обычной? А чем вы отличаетесь от своих друзей? А я подобрал друзей. Ну, алюстрая, что ли? Наоборот. Мне фон не нужен. Ну, это такие еще, не до аксус. Из той же палатки. Это эконом-вариант. Не-не-не, абсолютно обычный, Андрюш. Я в таком бизнесе, где просто некрасивых не принимают. Ну, только если не на характерные роли. У меня глаз-то уже привык. Ну, ваша точка зрения, я обычный. Для других людей, допустим, которые встречаются мне в жизни, я симпатичный. Ну, еще для других, там, я красивый. Опять же, сколько людей, столько мнений. И пытаться понравиться именно вам, я не заинтересовываю. Повелся! Значит, для вас это не последнее, конечно. Повелся, Андрюша. Конечно, паритесь по поводу внешности. Конечно, хотите подороже это все. Всех хотят выглядеть хорошо, согласитесь. Нет, нет, кто чем берет. Мне кажется, она заскучала уже, как так смотрит на это жениха. Я поняла, что, в принципе, тут ловить особо нечего. Нет, ну, я не беру. Ну, опять же, я просто, это мое личное внутреннее. Хорошо, вам нравятся мужчины? Лариса, очень классно то, что он хорошо одет, вымытая голова. Конечно. Конечно, мне это очень нравится, что он классно выглядит. Ну, и слава. Есть какие-то принципиальные моменты, которые мы сейчас быстро, за минуту обсуждаем здесь? В браке чего хотите вы? Всегда игры, приключений, чтобы брак не остывал, чувства не остывали. Всегда игры, приключения, это вы ему прямо выше крыши. Да. Измену простите? Нет. Вы? Скорее, да, чем нет. Понимаете, я просто к измене как отношусь? Я достаточно неревнив, но если девушка моя, которую я люблю, и она меня любит, да, она мне изменила или флиртует с кем-то, я вижу неуважение ко мне. Хорошо. Хорошо, скажите, вы любите ходить по магазинам, вы подкорректировали бы что-нибудь в стиле Алисы? Да нет, все замечательно, единственное, я в полный рост мало ее видел, можно вас попросить? Поверьте мне, это она вас сейчас попросит, чтобы вы встали и краковяк на пятой точке, она и попросит, а вы ее нет. Ну как бы к дареному коню в зубы не смотрят, как можно ли я тебя не видел? Да, такое ощущение, что он забирает вошесть. Самоуверенный. Ну вот он сейчас, мне кажется, все впечатление о себе испортил. Пожалуйста, пойдемте и посмотрим на сюрприз. А, на месте, ну здорово. Сюрприз, созданный своими руками. Да. Распоричник выпилил. Почти, да, я столярным делом занимался. Не купил, делал своими руками. Я нарисовал картину с шоколадом. И выбрал розу, так как роза издровня считалась символом красоты, любви, чистоты и нравственности. Нет, чистоты лилия, роза символ любви. Ну... А рамка тоже шоколадная? Нет. А можно я посмотрю? Да, конечно. Это все то, что касается и подходит нашей невесте, да? Спасибо вам, парни. Как здорово. Вы оценили, идите в свою комнату. Спасибо. В общем, все громко прошло. Я считаю, что надо было пообщаться, посмотреть. Давай, садимся. Поживем, увидим. Марина, ну вот посмотрели на Андрея, что скажете? Вы знаете, парень внешне, конечно, он на уровне, да, внешние данные. Говорит, конечно, складно. Но меня смущает тот факт, что женщина старше, то есть это уже невооруженным взглядом понятно, да, что это за парень. А что за парень? Ну, такому парню нужна мама, то есть та, которая будет всегда выше него. Парень любит ночные клубы, парень любит заниматься спортом, магазины. Ну, то есть ему нужна мамочка. Она такого не любит, понимаешь? Она такая монашка. Алиса, а вы что увидели? Ну, интересно, молодой человек. Ну, я думаю, да, он зациклен на своей внешности в любом случае. Дальше посмотрим. В принципе, девушка достаточно симпатичная. Ну, она симпатичная, да, эффектная. Единственное, может быть, если макияж даже смыть, она будет более симпатичная. Если бы я с Андреем общалась, не видя его гороскоп, я бы подумала, что душевнейший парень, прекрасный, который правда нуждается просто в спутнице жизни. На самом деле, карта уверенно говорит. Достаточно расчетлив, правда себя очень-очень любит, о чем мы ему с самого начала сказали, он сопротивлялся потом. Оказалось, что замечания по поводу внешности его за живое задевают. Да так, что прямо вот тут отстаивал свою позицию. Но, конечно, ему нужна женщина, правда, зрелая, скорее душевная, не по годам, которая будет спокойно относиться к тому, что он нарцисс, которая будет, в общем, понимать, что он очень на себе зациклен, но ее это будет устраивать. Она его будет, возможно, любить таким, какой он есть. Но, конечно, это не для такой страстной натуры, как вы. Вообще, вы, вот, как бы, достаточно похожи, да, у вас у обоих такой образ жизни, да, энергичный, очень. Они губами не похожи, губами, губами так и не похожи. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Новые встречи через несколько минут не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Алиса. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи вам, Алиса. Спасибо. Здравствуйте. А, опять сточки. Спасибо большое. Спасибо. Преображительно. Спасибо. Классный ключ. Спасибо. Ну, он обратил внимание на то, что женщинам нравится. Как бы она не зря одевалась там, собиралась, не лишь заметила. Здравствуйте, Константин, с кем вы? Здравствуйте. Я с своими друзьями Костей и Алиной. Очень приятно, роскошный букет. Молодец. Давайте посмотрим на вас, узнаем вас лучше. Константин, 23 года. Менеджер в автомобильном салоне плавает на средней дистанции, играет в баскетбол и ложится спать под утро. Считает, что женская красота компенсирует любые душевные недостатки. Узнав, что невеста ведет двойную жизнь, Константин решил отомстить. Увез ее ночью в глухой лес и оставил на морозе. Надеется, что Алиса не будет провоцировать его жестокость. Алиса, может быть, причина одиночества Константина в том, что он вот жестокий? Ну, я не могу сказать, что он зверски жесток. Это, конечно, не тот случай. Есть люди, которые интересуются чужим мнением для того, чтобы пополнить как-то свое, для того, чтобы разнообразить его. А Константин – это тот человек, который всегда в женщинах будет искать противоположное мнение, всегда будет с ним бороться. Ему так интересно жить. Она его отправит сразу же в солярий, на маникюр, она его сразу же переоденет, она его исправит. Тогда он очень быстро уйдет к другой девушке. За что мстили девушки? Я не мстил, так сложились обстоятельства. Ну, расскажите свою историю. Это было Рождество и праздники Крещения. К Крещению мы собирались окунуться по старой русской традиции, так сказать, в прорубь. И как раз-таки как случилось, в этот день я узнаю, что с девушкой, с которой я общался три месяца, что оказывается она встречается с молодым человеком уже три года у нее отношения. А вот вы эти три месяца с ней как встречались? Каждый день вместе жили? Она вам сказала, да, Костя, я твоя девушка. Мы встречались где-то раза два в неделю, то есть не постоянно были. А почему вы решили, что она ваша девушка? Вы уже были с ней? Она оставалась, у нас какие-то подарки, какие-то знаки внимания. А то есть вы уже были близки с ней, да? Да, мы были близки, конечно. И вот Крещение. Крещение, и мы собираемся поехать в лес. Отлично. Почему сразу в лес? В лес, между прочим, это тоже что такого-то? Разбавить обстановочку, на пикник. Дорогая, поехали прогуляемся. А ты такая из багажника, раз, шампура, и она готова. Решаю ехать, соответственно, купаться, и дабы, так сказать... Утопить ее в проруби. На месте спросить у нее, так сказать, в обстановке таинственности, потому что ночь, да, думаю, может быть, она будет откровеннее. А все-таки вы понимали, что она на Крещение приедет, да? Да. И мы вместе с ней приезжаем в лес, мы выходим из машины, двери закрываются. Я задаю вопрос. Рассказывай, что там за история. Ну, череда эмоций. Повздорили. Она решила идти пешком. Ну, девушка с характером... И, наверное, так спросил, что девушка решила бегством, да, от вас? Она проявила эмоции, не захотела говорить, почему ты меня об этом спрашиваешь, то есть не совсем адекватно повела себя. Вот. И отправилась до города уже своим ходом, так скажем. Хотя я пытался остановить ее. А Крещенский мороз, да будет, вам, наверное, не пытались. Вы сели в машину просто и уехали домой. Нет, почему? У нее оставались вещи в машине, я предлагал вернуться в машину, она категорически «давай мои вещи». Все, я пошла сама. И все, уже никак ее не остановить. Нет, Константин, вы просто развернулись и поехали в злобе к себе домой. Оставили девчонку в лесу, так же было? Но на этом история не закончилась. Но она могла на этом закончиться. Она могла на этом закончиться, но... Могла жизнь ее закончиться на этом, понимаете? Я был уверен, что ее заберут друзья, что, в принципе, они сделали. Да ладно, это вы сейчас рассказываете. Но она на следующий день к вам пришла, да? Да. И что она вам сказала? Мы до этого с ней разговаривали, так сказать, по телефону. И она мне рассказала историю вот этих трехлетних отношений. И оказывается, что ее отношения заканчивались уже, так сказать, у них уже иссякало. И я, так сказать, подвернулся под руку. Что-то вот в этом роде. Да, и что? И так бывает. Я ее понял, я ее понял, я ее простил. Она осталась со мной, но... Конечно, что вы чувствовали в тот момент? Вот вы торжествовали, что вы так поступили, такая история разразилась некрасиво. И вы уехали, и тут она пришла, униженная, просить принять ее обратно. Ну, проникся. Девушка была приятна, все-таки она так себя, как бы, так сказать, позиционировала, как добрая, радушная. Но в итоге она просто хлопнула дверь и ушла, ничего не сказав. И она к тому парню, с которым три года? Нет. В свободное плавание. Вот это подтверждает его мягкость. То, что он готов принять то, что у его женщин еще какой-то другой мужик, да? Это нормально? Нет, это не пройдет. Константин, скажите, а какие такие недостатки компенсирует красота? Допустим, какие-то умения, какие-то, так сказать, навыки. Допустим, красота может компенсировать... Например, от устава высшего образования красота точно компенсирует. Ну, если это не мешает профессии, в которой девушка занимается, а девушка должна чем-то заниматься по жизни, потому что она не может просто сидеть дома. Она работает в салоне. Я думаю, что образование тут как бы не сыграет роли. Хорошо, а если девушка будет неумна? Или, например, при общении с вашей мамой, она ей скажет, что она старая климактеричка, и не нужно ей высказывать к этому какие-то претензии. Но ведь были уже случаи, пускай не со свекровью потенциальной, но и так далее. Ну, во-первых, ей придется извиниться, а во-вторых, я думаю, что к моей маме это не относится, потому что у меня мама душевный человек, и очень приятное общение. Каким образом, если она не будет это делать? Вы ей объясните, как надо ей извиниться? В лес отвезет, и все. И там оставит ее. Я не так жесток, как могло показаться с этой историей, просто так сложилось. Если меня секунду не будут провоцировать, я буду ведь того везти в лес. Да. А главное не оставляй. Отлично. Ну, на самом деле, девушка его сама спровоцировала на поездку в лес, просто как бы так-то Костя всегда адекватно себя ведет. Его можно, в общем-то, провоцировать. Если возникает ситуация, он готов повестись на это. Ну, просто там такая девушка легкого поведения. Скажите, пожалуйста, а вообще мстительность вообще, как вам кажется, это норма для мужчины? Или нет? Я считаю, что мстительность на самом деле не украшает, потому что мщением, так сказать, ни к чему хорошему уже ситуация не меняется. Лучше примириться как-то, да? А, Константин, а вы будете своих женщин наказывать всегда? Нет, что вы. Конечно, да. Плюнуть на все и идти дальше. Даже если Алиса ему не подходит. Слушай, а думаешь, Алиса, это его дальше? Нет. Может, это Алиса, это его... Это его бог? Это его бог? Это его запах. Конечно, вы человек мстительный. Конечно, вы на этом не останутся. Есть определенный психотип. Человек, я все время говорю, не меняется. Вы такой. Может быть, не сразу. Не то, что вы сейчас говорите, что красивой женщине можно многое простить. Вот вы, например, не будете прощать ничего. Если слишком мало будет уделять вам внимания, если она предпочтет общение с подругой вам, вы все будете в копилочку. Может быть, не сразу. Но потом, когда вы вылите все на свою женщину, ей мало не покажется, это точно. Ну, не знаю, может быть, вам виднее друг друга. Вы ближе по возрасту. Мне кажется, надо было девушку просто посадить насильно в машину, закрыть дверь, заблокировать все двери и по газам дать. У нее нет интереса к нему. То есть она уже облокотилась, она расслабилась. Все. Константин, я думаю, что вы приготовили какой-то необычный сюрприз для Алисы, и мы на него посмотрим. Проходите. Это будет танец. О, в этом платье. Я боюсь испортить вам сюрприз. Это будет легкий танец, медленный. Хорошо, мы попробуем. Песня будет на английском, я буду говорить слова на русском. Угу, у меня обушка. Знаешь, что здесь? Спасибо, друзья. Спасибо эту программу. И мои дети смотрят тоже. Я только не поняла, в чем сюрприз, дорогой мой. Слов надо было дождаться. Слова были бы на английском, я бы перевел на русский. Приятные слова были. А да, но до этого вы уже просто всю ее, не трус, а сканировали. Ну, это было приятно. Проходите в свою комнату. Ну, как тебе? Как они насчет леса все испугались, да? Как-то тебя прям такого тирана выставили, на самом деле, такой грозный, страшный дядька Бармалей. Марина? Ну, я считаю, что тут все довольно-таки просто и слишком банально. Человек прагматичный, вот, и Алисе будет скучно с ним. Что вы скажете? Он так прижимался ко мне, что мне хотелось отойти. Я не могу подпускать себе таблицы человека, которого вижу. А вы вправе были отказаться танцевать с ним? Я думала, что-то такое будет не совсем близкое. Она, если бы хотела отойти, она бы отошла, но она же не отошла. Ежно сильно никто не держал правильность. Он не хочет танцевать, девушка не пойдет никогда танцевать, если она не хочет. Мне кажется, он слишком напористый. Я думаю, что вообще не с ним будут такие моменты, что он будет явно намекать на какие-то более близкие отношения. А вы как планируете? Я планирую сначала пообщаться. Да, платоническая. Почему бы и нет? Ну, в какое-то время, месяц-два хотя бы. У меня такое ощущение, что вы бредите. Вы пришли практически обнаженной. Он вас пригласил на танец. А он что должен был делать? Как экстрасенс водить руками как бы рядом? Понимаете? Лариса, вы не танцевали с ним? Вы не почувствовали эту энергетику сексуальную? Она испугалась, ребят. Она поняла, что вдруг каждый раз, когда она будет врать или еще что-то, отвозить в лес. Хочется, ты подарков, понимаешь, а не дышать свежим воздухом. Такую, мне кажется, даже ружьем не напугаешь. Я вот все время говорю, будьте аккуратны к своим мыслям, да? Они имеют свойство материализоваться. Бывает, что вот так вот быстро материализовалось. А что, жесткий? Явно вот согласна. И строить вас будет, и чем старше становитесь, еще, в общем-то, жестче в этом вопросе. Но вы сами говорите, что вас надо вот так вот, там, объяснять вам как-то. К нотам и пряникам. Тебе от этого образа теперь абсолютно, мне кажется, не уйти в тиран. Ну, он на самом деле человек жесткий. И для него мало различий. Мужчина, женщина, что можно, а чего не можно. А я как раз считаю, что он идеально подходит Алисе. Идеально в том смысле, что это правда тот мужчина, которого вы ждете. Мужчина-лев, это ваш типаж абсолютно. А он еще и смесь льва и скорпиона. Страсти в отношениях гарантированы. Если хотите непокоя, вот, пожалуйста, такой ходячий непокой перед вами только что был. Скучно не будет? Не знаю, не естественная, не умная, не интересная, поверхностная, кукольная. Нет. Впереди у нас третий жених и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Алисе встретиться с третьим женихом. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте. Я бы хотел тебе подарить кусочек сказки. Потому что каждая девушка Алиса, и у каждой есть своя сказка. Спасибо большое. Спасибо. Давай я тебя приведу. Мне кажется, он на грибника какого-то похож. Посмотри, у него какие грибы он ей подарил. Здравствуйте, Петр. Кто пришел вас поддержать? Это две мои подруги замечательные. Мария и Надежда. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Петр. 26 лет. Риэлтор. Посещает выставки современного искусства, готовит курицу с паприкой и смотрит программы про НЛО. Считает, что выяснение отношений в присутствии третьих лиц недопустимо. Возлюбленная Петра назвала его поведение недостойным настоящего мужчины. Не вынес унижения и чуть не свел счет из жизни. Надеется, что Алиса сможет залечить его душевные и физические раны. По Сирису, может быть, причина одиночества нашего жениха в том, что он чересчур ранимый? Или нет? А еще и в том, что соединение Венеры с Нептуном идеализирует женщин. Кажется, что есть некий светлый прекрасный образ. И вот прекрасная незнакомка точно под этот образ подходит. Потом, естественно, оказывается, что девушка, в общем, имеет свои не только достоинства, но, увы, и недостатки. Нет, слушай, парень внешне, кажется, что же приятно. Да, парень, ну, раны Алиса ему не залечит. Наоборот, еще сделает Рубцов. Ну, вообще, как жених на большого, на большого, на большого любителя. Почему? Потому что большой жирный минус, то, что хотел покончить жизнь самоубийством, это вообще как-то так скрывать надо, да. Ну, ничего, вот маленькие плюсики есть в качестве, допустим, вашей трекоматной квартиры, которую вам папа подарил. Скажите, пожалуйста, нового удовольствия-то получаете пострадать? Ну, садомазохизм, знаете, да, скорпионы, они же такие, сами себя пожирают. Не-не-не, вы мне не рассказывайте, я этого семейства хлеба... Мы разных скорпионов. Скажите, пожалуйста, а родители, которые родили, выходили, зубы ваши, всякие скарлатины, инфлюенции, ну, как же можно было? Это был банальный подростковый максимализм и эгоизм в первую часть. Понимаешь, каждый мужик, он должен бы оставаться сильным, несмотря ни на что. Чем же вас так девушка оскорбила, что вы решили покончить с собой? Это первая любовь, неосознанная... Ну, вот смотрите, у вас с такой завидной последовательностью одна девушка практически повторяла другую. Все вас оскорбляли и унижали. Почему? Ну, это даже не то, что оскорбляли и унижали. Это всем свойственно. Когда что-то не устраивает в друг друге, соответственно, женщина говорит про мужчину, что, ну, вот ты вот... Козел. Да, здравствуйте, как говорится, я ваша тетя. Все, больше... А почему? А в чем им казалось, что ваше поведение не мужское? Самореализоваться, может быть. Чего-то они хотели, но не говорят, чтобы там... А как отвечаете? Раз вы козел, значит, она козлиха. Ну, как бы стараюсь перепалку не вести, но... Ну, смотрите, вот ваше... Как бы давлю на минусы. Девчонки, а как вам кажется, ну, что такого не мужского в поведении вашего друга? Я не знаю, я не знаю, почему он об этом не говорит, но человек работал в МЧС, спасал людей. Он абсолютно нормальный, хороший парень. У него много друзей. И, может быть, просто девушки не то от него хотели, да? Им нужен не рейтер, спасающий людей, а человек, который сорит деньгами направо и налево. Они не хотят идти и зарабатывать с ним вместе. Они хотят, чтобы ты дал. Да, Петр не такой. С ним можно добиться. Он никому ничего просто так давать не будет. Друг, я тебе советую не отчаиваться и идти дальше. В Москве только, столько прекрасных девушек. Раза в три, наверное, больше, чем прекрасных мужчин. Да. Вот сегодняшним девчонкам рыцари нужны. Вот сидит перед вами Алиса. Вот как вы считаете, ей нужен рыцарь? Думаю, не нужен. Скажите, пожалуйста, а вот такая, как Алиса, вас не назовет через какое-то время, если у вас зовется отношение, опять всеми этими мерзкими словами? Может быть, вы как бабочка летите не на тот, а если у вас это повторяется... Если он не разрушительный только. Да. То, значит, вам нравится определенный тип женщины, от которой вы получаете тумаки и каждый раз наступать на те же грабли. Правда, Петр? Ну, может быть, может быть, да. Типичный суицидбой. У меня есть еще. Мне нравится, когда меня бьют, обижают, оскорбляют, утирают об меня ноги. Петр, какие ваши сильные и слабые стороны? Сильные? Я, наверное, готов проломить головой любую стену. Ради чего? Ради любви, наверное, по большей части. А слабая сторона, действительно, как было замечено Марии, это моя открытость. Может быть, не стоит мужчине вот так уж нараспашку? Знаете, как говорят, чем шире твои объятия, тем легче тебя распять. Нет, просто я, на самом деле, изучал немножко психотип именно, то есть психологию читал. То есть человек может однажды скорпион, вот у меня есть психотип такой, как Ромео. В принципе, он как бы соответствует. То есть если любить, то брать звезд с неба и дарить. Если ссориться, то посуда из дома сам согла там. Петр, ну вам 26 лет, вы зрелый мужчина по возрасту. И вы уже, конечно, никакой не Ромео, потому что Ромео рефлексирующий в 16 лет. А дальше уже, ну, как-то нужно уже подключаться. Ну, конечно, уже степенился, конечно. Вы не знаете, вот как показалось, что вы занимаетесь самоанализом, самокопанием, но там, где не нужно. Возможно. В это время лучше бы вы почитали другую литературу. Вот ему 26, да? Он 22, я намного лучше. Нет, он выглядит лет на 20. Ей 21 без обид. Он выглядит на 30. Мои родители сказали две замечательные вещи, которые я принял к сведению. Отец сказал, жизнь, она настолько сложная, что ее не нужно усложнять, ее нужно упрощать. А мать мне сказала, что независимо, какой опыт, смотри в людях всегда только хорошее и положительное, бери только положительное и хорошее. Все. Послушайте, они девчонку не хотели родить? Хотели. Вот вы рассуждаете, как девчонка? Я вылез. Вылез. Нельзя, потому что они вас культивируют. И вы, наверное, раньше говорили, какие мои глазочки голубые. Нет, ничего подобного. Педечка мой сладкий, что за прическа? Какие-то девчачьи все, ну не знаю, жизненные приспособления. Ну может быть, девчачьи, да? Почему он должен взломать себя, Лариса? Вот он такой, какой он есть. В этом смысле как раз психотип, структура личности с большим. Так что же происходит с такой девчонки-то? Она же от него вытарит ноги, завтра же скажет ему опять все эти, что ты девчонка. Так мы же не дадим, мы же не дадим, просто не дадим. А пока он здесь 15 минут, а на улице сколько злых людей и так далее. Злых людей очень много, да. Нет, ему нужна такая, не знаю, девочка-библиотекарь. Интеллектуально развитая, читающая книжки, сидящая дома, вышивающая крестиком. Он не будет хамить девушке, он не будет там обзывать ее как-то. А девушка, понимая, что он... Девушки привыкли, пошла ты, а он сразу посверхи стоит. Ну так сейчас такие девушки, поэтому не ходите к таким. И вот она тоже ему скажет через два дня вот то же самое. Найдет он в другом месте хорошую девушку. Это у вас нет проблемы, не слушайте никого. Вы на самом деле очень гармоничные внутренних нет проблем. Нет, я вам открою секрет, вы очень похожи на мужа Василисы внешне. Поэтому... Что ли? Да, да, да. Поэтому она так яростно вас защищает. Я хочу, знаете, как вас закалить? Когда мой сын пришел лет в 8, мне сказал, я на тебя обиделся. Я сказала такую гробую вещь, что делают с обиженными. Все, он говорит, мам, я помню, когда мне было 8 лет, как ты мне сказала, что с обиженными делают. Понимаете, ну как-то я понимал, что не скажу я, не сделаю я. На улице просто этого пацана сломают. Поэтому я вам сейчас хочу сказать все, что петь. Поэтому нельзя, ну девчонки сегодня, пожалуйста, вы посмотрите на них. Я не хочу, я хочу ровно проверить. Давайте сюрприз посмотрим. Да. Проходите. Ты очень много раз пыталась, старалась, и у тебя не получалось получить высшее образование. Мне бы хотелось тебе предоставить эту возможность и сейчас получить его. Отлично. Я согласна. Прям носом ее пиктован. У меня для тебя есть 5 экзаменационных билетов. Соответственно, один из них ты вытянешь, озвучишь взлух в студии суть задания. И... А ты мне скажешь ответ. На ушко. Да. Выдергивайте. А. Мальчик пишет на заборе неприличное слово из 15 букв. На каждые три буквы мальчик тратит по 62 сантиметра длины забора. Поместится ли на заборе неприличное слово, если вся длина забора 3 метра 16 сантиметров? Пришел дедушка, взял мальчика вот так за шкварник, и он не дописал, к сожалению. Правильно. Молодец. И сейчас же бы хотел вручить тебе сертификат вечного студента. Ой, как здорово. Спасибо. Вот мой первый диплом. Вот мое первое высшее образование. Спасибо вам, подружки. Забирайте своего товарища. Идемте. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто... Молодец. Молодец. Ты меня целовать будешь? Увы, распространенная ситуация, когда хороший мальчик из хорошей семьи, воспитанный, любит плохих девочек. Будет их любить всегда, будет получать по голове, если кожа из слоновья не обрастет, будет страдать, все время себе царапать вены и так далее. Жалко Петра. Жалко. Ну вот он такой. Жалость для нежных. Да, да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что я могу сказать? Парень достаточно интересный, хороший, добрый, ранимый. Вот. И действительно, тут есть небольшая разница в том, что ему нужны плохие девочки, а Алиса ищет плохого мальчика. Да, он явно неплохой. Что вы скажете? Оригинальный стиль одежды, вообще парень оригинальный. Мне понравилось, мне кажется, как мне кажется, что он очень уважает своих родителей и прислушивается к мнению родителей. И это хорошо. То есть он помнит все слова, которые мама говорила и папа когда-то в детстве. Но мягкий мальчик, очень мягкий. Это не так. Я живу своей жизнью. А ты уважаешь родителей? Дурак. Учится на своих ошибках. Я дурак. Роза? Ну, мне Петр показался такой тип мужчины, я называю это жертва. Но если где жертва, там и палач должен быть. Так не бывает. Значит, в роли палача будете вы, в общем. Да, или любая другая женщина. Да, да. Правда, это тоже заканчивается плачевно, потому что всегда меняются роли. И жертва бунтует и превращается. Роза, мы все разные, но это его жизнь, ему это приятно. Не хотелось бы все-таки вас видеть в роли палача. Да, я думаю, в этой ситуации, Алиса, вы бы оставили Петра в лесу. Скорее всего. Да хоть в лесу мы бы тебя забрали. Я абсолютно уверена, что в нем достаточно мужской жесткости. Я думаю, что этот Марс в Казироге себя еще проявит, если честно говорить. Очень уравновешенный, очень гармоничный молодой человек. Да, без излишней брутальности, без какой-то показушности, как мне показалось. Да, ценящий себя, любящий, уважающий. У него все будет хорошо, а через год-два еще и разбогатеет. Конечно, сейчас мы бизнес замутим. Задумала. Марина, вы кого-то рекомендуете, познакомились с тремя женихами? Ну, вы знаете, я выделила для Алисы, конечно, первый вариант. Потому что и парень неплох с собой, и пошутить, и посмеяться над собой тоже не дурак. Конечно, над собой он дурак посмеяться, потому что он в такую позу встал, так обиделся, когда я ему сказала, что ничего особенного в нем нет. О чем вы говорите? У парня есть харизма, у него есть характер, то, что нравится как раз Алиса. Спасибо. Как думаешь, вообще конкурент у нас есть? Ребята достойные, показали себя с хорошей стороны, но я больше подхожу для нее. Роза? Ну, что мне вам говорить о том, что мы все разные? У каждого свои правила, и живет он по этим правилам. Было бы здорово, если бы просто происходили определенные совпадения. Мне кажется, что правила у вас совпадут жизненные, да, и семейные с Андреем. Вот вы вполне можете спеться друг с другом и поддерживать. Я уже об этом говорила, собственно говоря. Я однозначно за Константина, потому что вы раз десять повторили за программу, что вам нужен кнут и пряник. Вот здесь будет все, и кнут, и пряник. Поэтому, Константин. Ну, протянет она несколько лет, и все, что губа бы отвиснет, что-нибудь еще там. Просто о будущем задумываешься. Вообще не вариант. Да дело даже не в будущем, дело в настоящем. Если не придешь куда-то, да, ну и что, губы только шевелятся. Хочется всем уделить внимание, хочется всем сказать хорошие слова. Если бы вы пришли ко мне на консультацию с гороскопами трех молодых людей, я бы просто не задумываясь сказала, что вам нужен Константин. В нем есть свои, безусловно, проблемы, свои сложности, но, конечно, Костя. Слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Идите к своему избраннику, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4. Ольга, 26 лет, номер 1472. Студентка ищет успешного мужчину, который сможет удовлетворить ее материальные капризы. Петр, 37 лет, номер 1473. Банный реабилитолог. Кандидат в мастера спорта по силовому троеборью. Ищет девушку, похожую на Дженнифи Ранистон. Мы не знаем, вы детали со одна или со избранником. Выходите, давайте ее поддержим. Привет. Мы не сомневались. У нас есть пара Алиса и Андрей. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай пожелимся. Спасибо, удачи. Я в неделе работа в трех-четырех странах. Это невозможно. А там медсестрички такие в коротеньких халатах. Что было, то было. По молодости сейчас, я думаю, что уже гормон не так бушует в вашем организме. Это вы так думаете. Имейте право. Ваши правила. Вы музыку заказываете, вы, собственно говоря, и танцуете. А так, как бы, надеюсь, что будем общаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова